в субботу постоянно сговаривал каких-то предчувствий и ощущений этого ничего не было поэтому в понедельник она соответственно отвезла гришу в детский сад как обычно да и поехала да да на поехал на работу да ну и дальше во время движения на работу произошло вот это вот совпадение в теории вероятности вероятность исчезающей мало но это совпадение произошло что она оставила перекрестки куда прилетела российская ракета там я говорю что я увидел телеграме и помню уже это кто-то из водителей проезжая снимал этот пожарище когда горели машины я узнал место думаю там же ездит оксана начали звонить связи не было вообще вы знаете абонент знает или там еще что просто тишина после этого позвонил в отделение несколько что она присылала смс по том что в садик ребенка не берут из-за воздушной тревоги там свои правила что если воздушная тревога объявленка детей не принимают но парнивать хороший тихо было когда понял что что-то могло произойти я уже поехал на российской ракеты там я не пропустили все оцеплено я сказал что там такая машина может быть и когда ко мне подошел сотрудник полиции уже с папочкой как сказать я понимаю что это следователь немножко в этом разбираясь сторону и что вам сказать и не говорите правду машина вся сгорела вот и на переднем сиденье я спросил сразу что не знаю находится ребенка спасибо нет ли еще там чего-то на заднем сиденье там детское сиденье кроме пока ничего нет я в это время за что он грузит на погрузчик машина хорошо знаю 100 2004 года характерного внешним видом поэтому это старый маленький джипчик дай хацу перес я уже понял что произошло и говорю все я поехал забирать ребенка потому что никому не отдавали в такой ситуации забрал его и повез его домой вот мы с женой живем отдельно дочка отдельно но мы с этого момента перебрались в эту квартиру где дочка жила потому что ребенок был своей в своем мире его сюда из роддома привезли поэтому к сегодня мы сказали что российская ракета упала рядом с маминой машиной она ехала лечить деток но он часто бывал в больнице вот знал что дети то что маму мои убили а почему его ну так получилось а потом вопрос она успела деток полечить никогда успел их полечить нет на пересеке за такие вопросы вот это давай на западе у него нет раз получится что-то такое детская психика сама себя так прямо защищает поэтому мы консультируем с психологами как лучше ребенку сказать вчера были похороны мы его туда не брали просто начал спрашивать а где мама чем так долго на работе потом задал вопрос уже мы понимаем что делать нельзя а что теперь все время будет на работе домой поэтому уже сказали что произошло но пока это все переваривает себе мы ему сказали что мама вместе с папой сейчас на небе и смотрит за такое помогаете ну папа прошлом году мира невризма а гриф он вообще понимает то что сейчас идет война и кто-то четко понимает он у кого на папу да он это знает он показывает вот на карте на глобусе мы подарили глобус на день рождения вот россия но читать не умеет еще вот так вот турция вот украина даже когда мы просто здесь в доме где живет дочка из паркинг при каждого за штрёге спускаемся ночью спускаемся что опять когда эта война закончится